Всем привет! На связи Телеген Денис. Это третье видео о ремонте квартиры в новостройке. Первое видео было о том, что у нас до начала ремонта было и что мы собираемся делать. Во втором видео я показывал, как мы возводили межкомнатные перегородки из позагребневых блоков, а в этом видео мы делаем электромонтажные работы. В качестве силового кабеля мы обычно пользуемся кабелем, ну, фирмы Севкабель, либо кабель ВВГ и НГЛС. В своих прошлых видео я уже рассказывал о том, что такие кабели можно пускать и без гофры. Это хорошо в том случае, если укладывая кабель на пол, мы можем выиграть 1,5-2 см на высоте стяжки. Но в данном случае у нас пожелание заказчика было такое, чтобы кабели мы спрятали в гофру. В своем прошлом видео я уже рассказывал о том, что гофра нужна для того, чтобы в случае необходимости можно было заменить кабель. В таком случае гофру нужно укладывать таким образом, чтобы были как можно более плавные повороты. И во-вторых, гофра нужна для того, чтобы защитить кабель. Для ремонта квартиры обычно используют гофру двух видов. Это гофра ПВХ и гофра ПМД. Гофра ПВХ применяется для силового кабеля. Основной плюс ее в том, что она самозатухающая. То есть при возгорании, если кабель возгорается изнутри от перегрева, такая гофра не горит, а она плавится. То есть плавится как термоусадка, она облегает этот кабель, предотвращает доступ кислорода и таким образом предотвращает возгорание кабеля. Гофра ПВХ бывает двух видов. Это легкая гофра и тяжелая. Вот сейчас у меня в руках легкая гофра диаметром 16. Стоит она порядка 4 рублей за погонный метр. Используется такая гофра для открытой проводки, скажем, по потолку, под гипсокартоном или натяжным потолком. Также можно ее использовать в штробе и в стене. Основной минус этой гофры в том, что она непрочная. Соответственно, использовать ее на полу под стяжкой пола нельзя. Для укладки кабеля под стяжку пола используют вот такую тяжелую гофру ПВХ. Стоит она порядка 30-35 рублей за погонный метр. Что на порядок дороже, чем легкая гофра, а внешний вид у них практически одинаковый. Найти такую гофру очень тяжело. На рынках она встречается редко. Продается в основном в специализированных магазинах. В связи с этим многие для того, чтобы укладывать кабель под стяжку, пользуются обыкновенной легкой гофрой. Это плохо тем, что электромонтажные работы это те работы, которые проводятся в первую очередь. То есть сначала мы пускаем, например, по полу. А если у нас квартира большая, 100-100 с чем-то метров квадратных, то у нас идет очень много линий по полу. И потом мы начинаем заливать стяжку пола. Соответственно, люди ходят по этой гофре, она променяется и портится. Еще один вид гофры, который применяется при ремонте квартир, это гофра ПНД, полиэтилен низкого давления. Эта гофра обладает своими плюсами и своими минусами. Плюс ее в том, что она достаточно прочная и недорогая по цене. А минус в том, что эта гофра горит. Поэтому ее используют в основном для слаботочки. Вот мы использовали на этой квартире гофру двух цветов. Это красная гофра, она у нас шла под интернет. И синяя гофра, которая шла под телевизор. Это очень удобно, когда большие площади, скажем так, квартира 100 метров, можно легко определить, где куда идет какая линия. Используют такую гофру еще и для прокладки труб металлопласта или труб изшитого полиэтилена рехау. Многие используют такую гофру как альтернативу тяжелой гофры ПВХ, то есть под стяжкой пола. Так как она достаточно прочная, а стоит на порядок дешевле, чем тяжелая гофра. Здесь принцип такой, труба находится на бетонной плите под стяжкой пола, соответственно она не загорится. На этом все, смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.